друзья и коллеги добрый день с вами Наталья Луната и наша традиционная привычная уже минутка в Войлоке не так давно прочла у одной из мастериц в блоге про то что не надо путать экологичное и химическое окрашивание ну вообще вот такое вот в английском языке понятие эко-френдли оно не до конца совпадает с российским понятием экологичное но вот вот дружеская к экологии и экологичное это вот не совсем одно и то же в разговоре о натуральном и химическом окрашивании кислотному окрашиванию что будет экологичным в принципе если вы дома окрашиваете ну какой-то там часть шерсти кислотными красками с использованием уксуса ну даже анилиновые краски вы выполнили все инструкции по разведению красок не так там ну вот я там делаю на глазок туда-сюда вот все инструкции выполнили да у вас хорошо вентилируется помещение у вас для этого отдельная посуда ну в общем как бы все делаете все чистенько аккуратненько потом качественно выполоскали взяли там детерген порошок хороший да для того чтобы простирать готовые изделия там или готовые там материалы для работы с хорошим ополаскивателем там все это прополоскали это все нормально вы не начну не причинили большого ущерба природе не больше чем вот та вся загазованность смог на улицах по идее вы делаете это это уже экофрендли потому что вы делаете это своими руками меньше энергетических ресурсов использовано уже хорошо уже польза как говорится но все равно это конечно химические вещества а если идет речь об экопринтах и натуральном украшении все равно конечно используются химические синтетические протравы это все не очень сам не очень полезное для здоровья вещества но тот же работа там я не знаю с тем же самым медным купоросом с салями хрома ну это не очень хорошо допустим с хромом не работаю потому что это минус для здоровья условия моей мастерской они не позволяют этого вот допустим железным или с медным купоросом я очень спокойно крашу и да когда я развожу сыпучие краски да когда я развожу там тот же самый медный купорос или железный купорос дам маска маска на лице респиратор для того чтобы не надышаться порошком потому что отравление медью очень серьезно вот в данном случае важна экологичность вашего рабочего места соответственно общим нормативам безопасности вашего труда потому что никакой экологический сертификат невозможно получить допустим на том предприятии где не созданы правильные безопасные условия труда для сотрудников ну точно так же у нас не предприятие у нас мастерская или там домашняя мастерская это место должно быть безопасно для нас и должна быть возможность обработки всех изделий так чтобы они были потом безопасны для покупателей это вот как бы что касается это принтов и натурального окрашивания то есть ну вот как сказать мы дышим таким ужасным воздухом мы пьем такую ужасную воду особенно вот все кто живут в мекополисов мы по крупному счету отравлены до мозга костей добавится чуть чуть больше чуть меньше в процессе работы каких-то веществ она уже такой роли не сыграет конечно если вы живете где-то на природе и все вы красильные процессы будете проводить с родниковой водичкой и с натуральной золой или допустим в качестве протравы но вы не возьмете ничего серьезнее соли которую там для сквашивания капусты используете или допустим вы не будете брать химическую мочевину да или аммиак да из пузырька ну у вас есть условия для того чтобы вот там банки с мочой настаивать три недели до нужной кондиции ну да да тогда это наверное будет не не более экологично это будет более аутентично это будет просто возвращение к старым технологиям это несколько усложнит в большей степени вашу жизнь это потребует больше времени это сделает ваши изделия более дорогими но ведь бог это не сделает их более экологичными и более востребованными то есть просто вот то что вы делаете своими руками не присваивайте этому слишком громких статусов слишком громких слов не ставьте на это штампы лишние и ярлыки просто не бойтесь рассказывать своим покупателям и своим заказчикам о том как вы делаете свою работу вы делаете ее своими руками говорите о том что вы это делаете в хорошо проветриваемом помещении потому что для людей это важно говорите о том что ну как бы вы используете натуральные материалы это тоже важно и для натуральных материалов даже если вы используете синтетические красители объясняете что потом вы нейтрализуете вы поласкиваете и это абсолютно безвредно для человеческого здоровья я уверяю вас вот такой вот честный и понятный рассказ о процессе вашего труда будет оценен вашими покупателями и заказчиками люди считывают реальную правдивую информацию к вам будет больше доверия и ваши работы будут ценить гораздо больше хорошего вам войлока легкого крошения войлока и не только войлок если вы этим занимаетесь чистого воздуха хорошей погоды и всего самого-самого доброго и светлого